В культурном центре «Арктика» накануне развернулась выставка продажа «Дары Заполярье». Участники клубов общения пенсионеров представили свои огородные достижения, кулинарные шедевры и рукоделия. Здесь же состоялось торжественное награждение победителей традиционного конкурса среди домовладений Ненецкого округа «Чистое подворье». Смотр конкурса организован региональным отделением Союза пенсионеров и проходит уже 2020 год. Подробнее о том, как прошло мероприятие, в материале Ольги Руссул. Знает он, не понаслышке, не венское житье. Участницы клуба общения пенсионеров Ивушка на выставку в Наринмар приехали из Нижней Пеши. Сетуют, что не смогли привезти с собой все, чем богаты в самолете ограничения по багажу – только 20 килограммов. Но и несмотря на это, выставочный прилавок изобилует консервацией овощами. Одна только консервированная щука чего стоит, а уж на огородах чего только не растет. На огородах. Это у нас все растет в теплицах, конечно, потому что лето было холодное, а у нас там и баклажаны могут вырасти. Правда, в этом году ничего не выросло. Кабачки. Да, кабачки. Кабачки очень многие у нас там выращивают тоже, да. Ну, потому что холодно было в этом году. Цветы. Ну, цветов у нас, да, цветов у нас очень много выращивают. Единомушленники Людмилы Хозяинова из клуба общения «Рябиновые зори» из деревни Волоковой гордятся своими агрономическими достижениями. Особенно хороша картошка. Людмила Евгеньевна в этом году сняла со своих соток 50 ведер. Ну, в этом году год был, лето было холодное, но год, мне кажется, удался у нас. Ну, немножко похуже, чем в те годы. Но ничего, нормально. Огурцы выросли, помидоры выросли. Участницы клуба «Рябинушка», в который входят дворы микрорайонов «Совхоз» и «Сахалин» переживают. Урожай в этом году не очень, а тем временем их выставочные прилавки ломятся от изобилия. Год не урожайный в этом году, конечно. Но огурцы, по сравнению с прошлым годом, их меньше. Морковка, естественно, меньше. Картошки, естественно, меньше. Но все равно же уродилось. Все уродилось, все понемножку, все уродилось. Картошка нормальная. Клубника, очень клубники много. Но она решила созреть. Нет, созрела. Почему? Ну, не вся. Сейчас только зеленый на огороде. Ну, у меня уже вся почти созрела. Я столько набрала. Среди посетителей выставки был замечен губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Он с интересом познакомился с продуктами, выращенными руками пенсионеров, приобрел витаминные сборы и варенье. Тем временем самых активных участников конкурса «Чистое подворье», а в этом году их более 200 человек, наградили грамотными и ценными призами. С приветственным словом к собравшимся обратились высокие гости. Владыка Яков благословил их нелегкий труд. Тяга и любовь к родной земле, к мамой и родине, она неизбывна в сердце настоящего человека. И вот эти плоды заставляют вспомнить извечную истину, которая из сердца человеческого не искренним. Бог привел человека, насадив райское благобытие. За 20 лет существования конкурса число участников выросло от семи дворов до 213. Кроме того, губернатор учредил специальный приз тем, кто разводит на своих подворьях живность. Сейчас таких хозяйств в семь. Мы считаем, что «Чистое подворье», вот этот большой у нас, большой проект, он решает две задачи. Первая – это, конечно, экология. За 20 лет проведения «Чистое подворье» очень много мы сделали красивого, внесли в сам город. И сейчас мы в пятый раз проводим «Чистое подворье» по поселкам округа, и они принимают очень активное участие. Вторая задача, которую ставят организаторы конкурса «Смотра», – это мотивация пенсионеров обеспечивать себя экологически чистыми продуктами. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».